Мария, добрый вечер. Добрый вечер. Я поздравляю вас с сегодняшней премьерой. Сегодня премьера вашего нового фильма, который для вас уже не новый. Спасибо. Для нас, для всех, новой и ожидаемой. Расскажите немножко об этой работе, что мы сегодня увидим и в последующие дни. Ну, такая приключенческая комедия, причем такой, мне кажется, сложный для российского производителя жанр. Потому что комедии все-таки есть у нас, бывают. А вот все-таки приключенческая комедия, это у нас как-то редко бывает. Я просто хочу уточнить, сокровище ОК, это сокровище острова Кабан. Озеро Кабан, да. Фильм про Казань. Фильм начинается с исторической версии о том, что царь Грозный, когда захватывал Казань, хотел захватить вместе с ней царицу Сиюмбике. Оказалась девушка строптивой. Не захотела она быть царской женой, поэтому она решила покончить жизнь самоубийством, упав с башни. То есть, не совсем прям комедия, комедия. Ну, нет, это историческая такая, то есть, естественно, там это очень прям, ну, пять минут где-то или десять-пятнадцать об этом. И она спрятала свои ханские сокровища, которыми он тоже хотел завладеть, помимо, когда он захотел завладеть и ею. Вот. И мы уже в наше время ищем эти сокровища. У вас главная роль, да, там? Одна из главных, я главная злодейка этого фильма. Я играю американку, наконец-то у нас... Да, да, стала тенденция, что американцы тоже часто русских показывают как-то, ну, не очень. Ну, да, как-то дураки, там еще что-то, как в Армагеддоне мы там с какими-то шапками, ушанками. Поэтому теперь у нас тоже тенденция показывать американцев в не очень хорошем свете. Короче, я американка, точнее, я родилась в Казани, но уехала на какое-то время в Америку жить. И оттуда уже приехала алочной и нехорошей девочкой, которая решила завладеть ханскими сокровищами, искать их. И идет на все, чтобы ими завладеть. Это последняя ваша работа, да, в кино, вот хронологически, а не имею в виду в биографии. После этого вы не снимались уже нигде. Съемки начались до того, как я вступила в должный депутат Государственной Думы, еще в 2011 году. Продолжались немножко в 2012. Единственное, за 2012 год у меня была военная картина «Красные горы», но я тут не могла себе отказать, потому что у меня дедушка прошел три войны. Я очень много об этом рассказывал, и это была вот, ну, действительно, моя актерская мечта сыграть. Дедушка по какой линии? Дедушка по маминой линии. У меня он генерал, Валентин Трофимов, я его, ну, это тот человек, на которого я равняюсь. Ему 90 лет, он работает, возглавляет ветеранов, у него дочка младше меня даже. Ну, то есть вот он бодр, полон сил и, конечно, просто нереальный человек. А дочка младше вас, наверное, от очередной жены какой-нибудь? Нет, не от очередной. К сожалению, моя бабушка умерла и очень давно умерла, поэтому у него вторая жена была. Понятно. То есть от второй супруги. Да, да, второй брак. Понятно. Вот, поэтому... Еще папа у вас очень знаменитый спортсмен. Чем занимается сейчас, помимо того, что гордится дочерью? Ну, папа мало гордится мной, он больше меня критикует все время какие-то ко мне. То есть они меня... Почему? Потому что вы не пошли по спортивной стезе? Нет, почему я пошла? Я выполнила мастера спорта, я стала чемпионкой Москвы. Просто 18 лет художественной гимнастики, это пенсионный уже возраст, поэтому все заканчивают в этот момент, как и я закончила. Но я добилась каких-то результатов, хотя, честно говоря, не была предрасположена художественная гимнастика. То есть я не была гибкая, я не была мягкая. То есть если у всех девочек, ну, нужно было там месяц, чтобы сесть на шпагат, то я еще после шестичасовой тренировки, еще шла от дома, меня мама тянула еще два часа, но через две, через три недели, но я садилась. Как же вы тогда пошли в Госдуму? Политик должен быть очень гибким. Ну, я не совсем гибкий человек. Вы жесткий человек? Я жесткий человек, да. Несмотря вот на внешность такую, внутреннюю, у меня такой стержень, наверное, как раз это мне дал спорт. Нет, потому что в спорте тут все понятно, если ты через слезы, через боли только так подостигаешь. В актерской карьере разве это не мешает все-таки актриса, она должна быть, ну, пластилином, с которого режиссер что-то делает, нет? Ну, сейчас разные актрисы пошли, разные режиссеры, кто-то любит, наоборот, харизматичных людей и берет уже человека со стержнем, потому что ему нужен именно такой человек в кадре. Кто-то любит пластилин, но тогда все-таки больше берут актрис там с первого курса, со второго, когда все-таки человека можно еще по-актерски как-то развивать в том направлении, в котором тебе нужно. Хотя, не знаю, мне кажется, профессионализм здесь самое важное. То есть, естественно, я читаю роль, я начинаю над ней работать, и мне интересно играть не себя. И почти все мои роли, ну, наверное, даже все, они никак вот со мной не связаны. То есть, я бы не могла сказать, чтобы я на этих героинь была похожа. То есть, мне, к примеру, если мы говорим там о сериале «Универ», который мне дал такую самую большую популярность, у меня эта роль вообще не получалась. То есть, это была очень какая-то пустая блондинка, безжизненная, и это было ужасно. И в какой-то момент я даже хотела отказаться, хотя мы снимали 10 серий, они были пилотные. То есть, это ни на какой канал не шоу, эти серии, этот проект. Я поняла, что эта роль мне не дастся так легко. И я просто начала ходить по ресторанам, знакомиться с такими девушками, наблюдать за ними, как они улыбаются мужчинам, как они себя ведут. Они существуют в другом ритме вообще жизни у них, у них по-другому все. Я начала, знаете, как по бусинке, собирать их характер, их образ, цоканье, жесты. И вот так вот полгода мне нужно было, чтобы собрать этот образ и сыграть так, чтобы он, действительно, вся страна поверила, что Алла Гришко существует, что это даже не выдуманный уже персонаж, как на самом деле, а это реальный человек. В энциклопедии, кстати, написано, что фирменное словечко вашего персонажа слово «пипец». И еще ваш персонаж в Духлесе тоже ненормативную лексику использует. При этом вы, как депутат, недавно запретили нам всем не то что ругаться, но даже намекать на ругательство. Ну, этот фильм вообще снимался в 2008 году. К счастью или к сожалению, может, моему, вышел только сейчас, ну, в прошлом году. А так он снимался вообще пять лет назад. И тогда было другое законодательство, и вообще мы с режиссером думали над тем, что я просто должна дать эту энергетику, но это все будет запикано, потому что тогда нецензурная лексика не имела права быть на экране и в кинотеатре. Поэтому это вообще предполагалось по-другому. Ну, вот я смотрел Духлес в кинотеатре, и там без всяких запиканных... Да, потому что поменялось уже законодательство, где можно поставить значок «плюс 18» и оставить все как было. Хотя на тот момент, когда я снималась, то есть это должно было быть запикано. Ну, вы в роль-то не вжились, вы слово «пипец» не употребляли в жизни, в быту? Да, наоборот, было мое самое нелюбимое слово. Я ходила к продюсерам, я ходила к режиссерам, я умоляла, просила, рыдала, кричала его убрать, когда я еще только-только его увидела. Потому что у актеров, когда мы только начинали, то есть тебе дается пару серий, ты читаешь. Я, кстати, сегодня у меня такой был спор с людьми. Вот вы актеры, вы же должны, вот на вас должна быть ответственность. Только когда у нас нету прав, вот, к примеру, ты читаешь там пару серий, и, к примеру, слова «пипец» там и не было. А когда ты уже подписал контракт, и тебе дают остальные серии, и ты уже читаешь, так, с этим «любовь», тут какое-то другое слово, тут уже вот и «пипец» появилось, тут еще что-то. А все, ты уже отказаться не можешь, либо ты платишь какие-то нереальные деньги. Потому что, как правило, сериала нету. А то есть у вас предусмотрены были неустойки, да, по контрактам? Во всех контрактах есть неимоверные большие неустойки, что ты не расплатишься с продюсером, но еще в ближайшие 20-30 лет, даже если будешь работать, даже на него. Поэтому, конечно, там такие неустойки, что актеру приходится работать и иногда делать что-то против себя. Я, к примеру, боролась за слово «секс» в нашем сериале. Я говорю, ну, ребят, ну нас смотрят 8, мы выходили тогда 8. Вы смотрят дети, ну зачем? Ну давайте заменим слово «любиться». Ну, какие-то такие вещи, которые бы не были такими бы яркими. Но, к сожалению, у актера нету прав, поэтому говорю, Маш, пипец, ты говоришь. Не ты, Алла Гришку. Поэтому вперед, в кадр. Удобно, неплохо вы придумали. Это не я придумала, это таковы правила. Может быть, нам тоже в жизни очень много чего может не нравиться, но если ты актер, может быть, вам тоже как ведущему хочется иметь какую-то другую передачу или быть каком-то другом. Меня очень устраивает, особенно когда у меня такие красавицы в гостях. Спасибо большое. Но все равно у нас всегда что-то в жизни хочется, чтобы было лучше. Есть очень много вещей, которых бы хотелось поменять. Кстати, над этим надо работать в Думе по поводу законодательства, чтобы все-таки у актера были права, были роялти, как есть в Америке. То есть все актеры, которые еще раз прокатывают твой фильм, они получают небольшую, но денежку. Это некая помощь для более возрастного поколения как-то оставаться. Вот сейчас как раз флаг к вам трубки. У нас это все обсуждается. У нас есть комитет по культуре в Думе. Я как раз в нем состою как депутат. И у нас там, поверьте, серьезные баталии иногда бывают, что не на жизнь, а на смерть. Мы перед началом эфира говорили о том, что вам еще не нравится. Вам не нравится, что вас используют в сети и ваш образ, и бренд Кожевниковый. Вот мы говорили про этот сайт, который называется «Мария Кожевникова.ру». Да, у меня есть сайт, причем он выходит чуть ли не никакого отношения ко мне не имеет. Причем это уже такая проблема глобальная. Я написала официальные письма, их все равно не убирают. Они делают что? То есть был еще официальный мой сайт. Я, правда, его, слава богу, убрала, потому что не имеют права. Хотя они пытались мне его даже продать и заработать на этом денег. А он такой же, Мария Кожевникова, был? Да, был официальный, по-моему, ком. Они выкупают, значит, вот эти ссылки, и потом пытаются тебе продать. Я говорю, спасибо, мне не надо, я сама... А какая цена, кстати? За сколько они пытаются продать? Пытались 300 тысяч, 400 тысяч, 500. Неплохой бизнес. Ну да, ну так вот они выкупили там, я не знаю, за какую-то, видимо, минимальную сумму. А мне уже продают какой-то контент. Но эти-то ребята тоже какой-то делают бизнес? Этот бизнес вообще делают громадный. То есть в месяц, насколько мне сказали, что им приносят этот сайт от 20 до 50 тысяч долларов. Потому что они рекламируют все, что угодно. И обувь рекламировали, когда мне показывали. Да нет, если бы обувь. Здесь вот самое безобидное, это казино. И казино, и там порнография и так далее. Но дело в том, что они пишут, что это не официальный сайт. Это сайт фанатов, поклонников. И такой сайт можете сделать вы и все сидящие здесь в суде. Причем любого человека. И я к вам не имею права предъявить претензии. Но я же не ваш официальный сайт. Я сайт поклонников сделаю. Убрать его почти невозможно. Я написала во все официальные письма. То есть даже вы с вашими связями не можете ничего с этим сделать? Я ничего не могу сделать, потому что законодательство говорит о том, что им это можно делать. А как ваши поклонники, которые, наверное, есть в разных сферах и отраслях, как они смотрят на то, что под линейкой ваших портретов вот эти сексуальные знакомства, стропон женский, стропон мужской? Вы понимаете, что с этим сталкивается почти любой медийный человек. То есть это не только у меня такой сайт. У почти, ну, я не знаю, у 50-60 процентов, как только ты становишься популярным и понимаешь, что на твой сайт будут заходить. Причем они его делают так. Они каждый раз, мы пытались его убрать, чтобы он стоял ниже по страницам. Это невозможно. Нет, это первая ссылка. Каждый день они его прокачивают. Каждый день они им занимаются, они в него вкладывают деньги. То есть это их бизнес, и, естественно, они будут за него бороться. Я тоже всеми силами борюсь за то, чтобы это убрать. Потому что я считаю, что это, ну... Ну, давайте мы вместе поборемся. Давайте. Чтобы никто туда вообще не заходил. Ссылка, действительно, вот этот сайт Марии Кожевниковой, ру, который не имеет отношения... Никакого отношения ко мне. Никакой Марии Кожевниковой. Вообще, никакой Марии Кожевниковой. А третья ссылка, это ваш ВКонтакте аккаунт. У меня есть ВКонтакте, да, аккаунт. Я там с галочкой, у меня тоже очень много клонов. К сожалению, с детьми... С этими-то можно бороться. Еще сложнее бороться. Ну, потому что ты сегодня убираешь их аккаунт, а завтра они снова его регистрируют. Ну, это все фанатские, да, такие сайты? Ну, какие-то, ну, наверное, это все-таки больше дети, и мне с ними как-то и бороться не хочется особо, потому что, ну, они, может быть, хотят как-то равняться, быть похожими на меня. То есть это немножко такая история не для зарабатывания денег, хотя были неприятные ситуации, которая была Шендровичем, который взял, зашел на какой-то фейковый аккаунт. Хотя мне кажется, что он об этом знал, и там девочка написала, что она где-то учится в Пенсильвании. Правда, это было все под закон Димы Яковлева, то есть это была такая вот, чтобы всех как бы написать плохое обо всех, а девочка написала, что она учится в Пенсильвании. И он реально официально написал в газете, на Эхо Москвы там рассказал, потом где-то еще, что это я, что у меня там любимое слово как раз вот пипец, что я люблю розовый цвет, какие-то мои цитаты, что я училась в Пенсильвании. Вообще никогда там жизни не была, даже проездом, даже туристическими какими-то путевками там не было, ну, то есть и все остальное было вранье. А он реально, то ли реально в это поверил, то ли сделал вид, что в это поверил, чтобы на меня, про меня написать грязь. То есть человек даже не удостоился посмотреть вообще это, не фейковый или аккаунт. Но опять же с этим сталкиваются многие звезды. То есть ВКонтакте у меня есть галочка, которая говорит о том, что это я настоящая. У меня там миллион сто с чем-то тысяч подписчиков. Вот галочку вы имеете в виду вот эту фамилию, да, вот эта вот галочка, да? Да, 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 да. Это вы? Вот миллион сто три тысячи у меня подписчиков. Да, вы рекордсменка, да. А в Твиттере тоже у вас 23 тысячи. В Твиттере, к сожалению, у меня нету пока... Это ваш, да, это Твиттер? Да, тоже, да, мой, да. В Твиттере, к сожалению, у меня нету пока галочки. Подписываюсь на вас прямо сейчас. Ой, спасибо большое. Я вас тоже взаимно захололю. Галочки пока нету, потому что сказали, что пока российским звездам их перестали ставить. Так, почему? Неизвестно пока. Сказали, что пока подождать, потерпеть. Ну, вроде с Твиттером как-то у меня там мало людей, которые пытаются... Хотя там вроде есть тоже фейки, но их не так много, как, к примеру, ВКонтакте, конечно, где, по-моему, там больше, чем тысячи фейковых аккаунтов. Ну, мне, правда, с детьми не хочется бороться, потому что все-таки вот с людьми-мошенниками, которые там еще помимо этого сайта, еще я сейчас даже обратилась в правоохранительные органы, написала заявление. Как депутат или как частное лицо? Ну, естественно, я написала о том, что я как депутат не имею права вести никакую коммерческую деятельность, при этом люди якобы меня продают за 20-30 тысяч долларов или евро. Да-да-да, я, кстати, видел. Я обратилась, то есть я стала уже бороться немножко по-другому, разговаривала со многими мне, вот, к примеру, с Вадимом Галугином, он говорит, Маш, вот та же самая ситуация была. То есть всех вот так вот продают, причем я этих, конечно, людей вообще не знаю, типа, которые представляются моими директорами, моими там... А зачем им это надо? Если они все равно вас не могут продать, они же вас не могут вывезти все равно. А, они 50%-то берут до предоплаты, да? То есть это вообще просто мошенничество в чистом виде. Да, в чистом виде, да. Но это уголовная уголовка. И их очень сложно поймать при этом, потому что они, он, к примеру, сейчас уже на связь не выходит, он работает только через почту, ее надо... Ну, то есть существует очень много проблем, как же этих людей поймать. При этом надо понимать, что это не только он мой директор, он еще директор многих-многих звезд. То есть там, как мне сказали, он еще якобы занимается губернием, там, Лерой Кудрявцевой. Ну, то есть вот всеми, кем интересуется. Вы рассказали, это сейчас отличный сюжет для фильма. Нет, ну, просто здесь все есть. Здесь есть саспенс, есть погоня, может быть, все что угодно. У вас есть в вашем этом боевике, который сегодня увидит зрители, какие-то вот такой экшен, наверное, да, Игра? Да, и там очень много экшена, потому что, честно говоря, я не думала, что, когда уже подписывалась на все это, я не думала, что будет на таком уровне сниматься это кино. Все-таки сейчас... Вы про технический уровень говорите? Про технический уровень говорю, потому что сейчас вообще у нас тенденция почему-то в кино, честно могу сказать, не заработать. А пораньше заработать, чем кино выходит, как-то оттуда вот бюджет как-то взять куда-то в карман, переложить, написать, что это стоит там 30, а на самом деле стоит 10. От этого качество кино, естественно, плохое. То, что невозможно снять то, что можно снять за 8 миллионов, к примеру, долларов, снять за 3 или за 2. Ну, это надо понимать, кстати, вот как раз с фильмом Духлисом, почему он так долго снимался, у нас же закончились деньги, его потом доснимали, переснимали. То есть мы начали это все в 2008 году, и вот только в прошлом году он вышел. То есть существует очень много каких-то проблем. А тут действительно был экшен-экшен. Если это была земля, которая под нами проваливалась, это реально строились декорации с землей, которая проваливалась. И мы совершали трюки, то есть она на 3 метра уходила, мы вместе с ней падали. То есть это все было вот на очень высоком техническом уровне. Я, конечно, не ожидала. Но пишут, что вы с Кромакеем работали, что там комбинированные съемки в истории. Там были комбинированные съемки, но вот у меня комбинированные съемки были на башне-сюембике. При том, что я и на башне снималась, просто невозможно было снять так высоко, и эта башня уже покосилась очень сильно. Радно, мне сказали об этом уже после того, как я снималась. Но она может в любой момент упасть. Спасибо большое, что не сказали раньше. Так что, ну, то есть съемки были потрясающие. Вот на техническом уровне, то есть фильм взял 20-й век, Фокс, прокат, это тоже большая удача. И все-таки он какие-то такие ширпотребные кино не возьмет, потому что это его имя. Скажите, а у вас когда-нибудь травмы были во время съемок? Ну, травмы, это как таковые, ну, у меня было на шоу травмы, у меня было сотрясение мозга, как-то я участвовала в лето-пламень и упала сильно. Ну, какие-то там, ну, телевизор мне однажды на ногу уронили, было такое. Это во время съемок универа? Да, это во время универа, да. Ну, какие-то были, но, конечно, незначительные, хотя приходилось сниматься с температуры просто там под 40, потому что серии в эфир, а у меня я страшно заболела. Сценарии не могут быстро-быстро на ходу? Так быстро, наверное, и нет, потому что там уже линия, мы ее отсняли до этого, серии в эфир, и срочно надо, и ты выходишь. Ну, честно говоря, я когда вхожу в кадр, я забываю о болезни. Я вот там, сейчас я еще взяла социальный спектакль, Вероника решает умереть. Так, расскажите поподробнее. Паула Куэль единственным нам в мире вообще разрешил эту постановку, лично подписал. Почему вам единственное? Ну, вот театр Юрия Борисовича Васильева у него попросил, рассказал о том, как он хочет это поставить, почему он хочет это поставить, потому что в России действительно ужасающая статистика по детским суицидам. А этот спектакль как раз направлен на то, что надо любить эту жизнь вот каждую минуту, что мы с вами сидим, что я вот, вы мне сейчас можете улыбить. Ну, то есть какие-то там такие вещи, они вроде простые, но они вот очень там правильно, то есть мы должны понимать, что творчество это очень влиятельная на людей информация, поэтому творчеством очень много, что можно рассказать. И, конечно, когда у меня были мои, ну, уже могу сказать, знакомые, я как-то была в Крымске в прошлом году, и я там познакомилась с удивительными детьми, которые, вот просто, посмотрите, такая тимуровская команда, они ухаживают за пожилыми людьми, приносят им продукты, фрукты, ведут летопись Великой Отечественной войны, ухаживают за сопкой героев. Ну, у нас таких в Москве детей мало или нету, то есть это прям вот какие-то настоящие дети с горящими глазами. Ну, уверена, что у нас таких нету. Вы знаете, таких у нас все становится меньше, потому что, не знаю, у нас ритм жизни другой, у нас, у них там, знаете, в гости даже никто не ходит, они живут одной семьей, там, потому что это даже не в городе, а в поселке было, то есть они там живут просто, они все, они друг друга знают, причем так знают, как вот, ну, как сестры, братья, вот у них огромная большая семья, поэтому они так друг к другу относятся, то есть они знают друг друга проблему, вот мы с вами живем в Москве, мы там иногда не знаем, там, ну, созваниваемся. Ну, и соседи не знают своих полечных. Вот я об этом и говорю, они знают всех, они знают, кто живет на ту улице, кто на этой, какая у кого квартира, то есть у них другое вот мироощущение существования. И я в этих детей просто влюбилась, я говорю, какая у вас мечта? Он говорит, хотим поехать в Москву. В Москву они никогда не летали на самолете, я их пригласила, они побывали у меня в Государственной Думе, и в Планетарии, и в театре. Ну, и дети, наверное, в Государственной Думе очень интересны. Им было очень интересно, как у нас все устроено, они оттуда очень не хотели уезжать, им было интересно со всеми пообщаться, как принимать законы, они были в зале заседания. То есть для них это было реально очень интересно. И вот девочка одна после того, как посмотрела мой спектакль, написала, что, Мария, вы знаете, я в героине увидела себя, увидела свои черты характера. Знаете, с сегодняшнего дня, наверное, нет, даже не с сегодняшнего, а с того момента, как я вышла со спектакля, я буду жить по-другому, я буду радоваться солнцу, даже если его нет, я буду радоваться хмурому небу, я буду радоваться людям. И, конечно, она такое мне сообщение написала, что, знаете, ну это, наверное, вот счастье просто для актера это прочитать, что, значит, твой месседж, который ты два с половиной часа, спектакль достаточно долгий, вот ты несешь, и когда ты вот видишь, что это поймали, это прочитали, это, конечно, просто вот для актера вот просто сумасшедшая какая-то вот, я не знаю, вот, ну энергетика просто дается мне. У вас хорошая энергетика, вообще, Маша, вы такая хорошая, спасибо папе с мамой, которые вас сделали, вот, я, конечно, понимаю, что вы актрисой, вы можете создавать какой угодно образ, но даже если вас разделить на 16 равно, вы очень-очень хорошая, останетесь. А вы знаете, я считаю, что в жизни я, ну, как бы много достаточно играю, мне в жизни не хочется играть, потому что если я еще начну в жизни играть, то я сойду с ума. Не надо сходить с ума, давайте прощаться. Счастливо. Вот, оставайтесь. Что-то как-то мало прямо времени провели. Потому что с вами очень интересно, поэтому про 24 минуты прошло. Я столько вам еще всего не рассказала про кино. Да, вы, главное, показали, вы показали себя, вот это главное. Спасибо большое. Да нет, еще раз скажу, кому спасибо надо говорить. Про кино, по-моему, мы поговорили достаточно, нет вам? Ну, я бы еще рассказала, у нас там много всего было, поэтому. А вы потом, вот после сегодняшней премьеры еще приходите. А про кино вообще лучше не рассказывать, а лучше посмотреть и увидеть. Конечно, лучше один раз увидеть, так у нас говорят в Государственной Думе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok